Турнир с патриотическим посылом, состязание с историческим уклоном. Каратисты 33 спортивных клубов России прибыли в Денцово за главным трофеем – кубком Михаила Илларионовича Кутузова. Имя великого главнокомандующего, генерал-фельдмаршала, героя Отечественной войны 1812 года, сегодня у всех на устах. Соревнования – своего рода эксперимент, направленный на закрепление истории в умах и сердцах юных каратистов. Поскольку место историческое, у нас это Смоленская дорога, Кутузов шел туда, потом обратно, потом Наполеон и так далее. И это с одной стороны, что привязка к местности. Второе – это исторический момент, чтобы патриотизм в детях, чтобы они изучали историю, этот турнир, чтобы он напоминал им, что были герои России, что они защищали, что они воевали, чтобы они такие же становились по духу. Героев своей страны нужно знать в лицо, как, впрочем, и соперников по предстоящему бою. Кубок Кутузова собрал свыше 300 спортсменов 10 лет и старше. Областное соревнование было открытым. Наряду с подмосковными командами в нем приняли участие каратисты из Твери, Смоленска, Владимира, Башкортостана и Республики Коми. Одной из самых представительных стала команда из Воронежа, спортсмены которой уже к середине дня успели заполучить несколько золотых медалей. Моя команда уже три золотых медали взяла. А ты? Я еще не выступал. Наш клуб знаменитый. Каждую субботу открытые тренировки в Воронеже. После выступления в личных ката и кумите каратисты приступили к командным состязаниям. В составе Одинцовской сборной серебряный призер чемпионата России 2014 года спортсмен из поселка Горки-10 Василий Серебряков. За неделю до турнира подопечный Игоря Лизункова побывал на всероссийском чемпионате. Высокий соревновательный темп придал спортсмену нужное ускорение на татами. Соперник, который выступает в легком весе, в отличие от меня. Я тяжелее его килограмм на 30 с чем-то. Это, конечно, тяжело, но нужно было поднять темп и двигаться максимально быстро, как только можно. Ну и, конечно, задача справилась, по моему мнению. И делать все возможное, чтобы выиграть. Отличиться в Кубке Кутузовой настроиться на новый сезон. Горковские каратисты завоевали три золотые награды в Кумите. В командных состязаниях взяли первое, второе и третье места в разных возрастных категориях. Впереди у ребят участие в белорусском турнире и поездка на Окинаву – родину того самого каратэ-гадзирюдо, ставшего частью новейшей спортивной истории Одинцова, стоящего на старой смоленской дороге. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.